Герхард Калптман. Радиоспектакль перед заходом солнца. Канал для души приветствует вас и желает вам приятного прослушивания. Субтитры создавал DimaTorzok Молодой девушки Кисти Каульбаха. За высокими окнами силуэты готических зданий старого немецкого города. Сегодня в доме тайного советника, владельца крупнейшего издательства страны, большой праздник, юбилей его общественной и коммерческой деятельности. Только что муниципалитет преподнес Клаузену грамоту почетного гражданства. Вечером в его честь состоится большое факельное шествие, в котором примут участие несколько тысяч человек. В саду по случаю торжества собралось множество гостей. С террасы в кабинет входит дочь тайного советника Беттина, стареющая 30-летняя девушка. Ее сопровождает профессор Кембриджского университета Гайгер. Он прибыл из Англии, чтобы поздравить своего старого друга Матиаса Клаузена. Три года, как умерла ваша мать, и с тех пор я здесь не был. Да, с отцом очень трудно было. Особенно первый год. Он никак не мог прийти в себя. Да, ведь ваши письма, милая Беттина, начинали меня серьезно беспокоить. Ведь можно было опасаться, что он вообще не поправится. О, я глубоко верила в его выздоровление. И потому что я верила, так оно и случилось. Вы знаете, мама возложила на меня всю ответственность за судьбу отца. За два дня до смерти она мне сказала, Беттина, твоему отцу предстоит еще многое свершить. Его надо очень беречь. Когда я закрою глаза, ты заменишь ему меня. Эту трудную обязанность вы выполнили свят. Вы понимаете, каким счастьем для меня было вернуть его к жизни. Вы лучший друг папы, господин профессор. Вы знали его задолго до моего рождения. А я сблизилась с ним лишь в последние годы. Милые вы, моя девочка. Да, и вот снова, снова здесь все ожило. В саду празднество, веселье, вино, как в самые счастливые времена этого дома. Да, да, он снова вернулся к жизни. Ну вот, наконец, господин тайный советник с гостями направляется сюда. Не поверишь, право, что находишься в доме коммерсант. Эта комната скорее напоминает жилище ученого. У меня масса слабостей, господин бургомист. Совершенно непозволительных для делового человека. Я собираю автографы, первые издания. Вот, например, старинные издания Библии. А вот подлинная рукопись Лаокон Лессинга. Вот здесь у меня... Здравствуй, Эггмонд. Здравствуй, папа. Первые издания ГТ. Поздравляю тебя, папа, с почетным гражданством. Да, дорогой Эггмонд, мне оказана городом очень большая честь. Но, к сожалению, это высокое звание не убавит ни одного седого волоса на моей голове. Да, к сожалению. Господин бургомист, а вы знакомы с моими детьми? Не имею удовольствия. Это мой младший сын, Эггмонд. В своем возрасте он еще не очень тяготится серьезностью жизни, но я за него спокоен. Ведь для каждого наступает свой час прозрения, не правда ли? Да. Картина жизни нашего города без вашего сына была бы несовершенна. С удовольствием наблюдаем, как он носится на своем Мерседесе. Да-да, под перекрестным огнем восхищенных взоров нахер. Трудно примириться, господа. Со скукой нашей провинциальной жизни. Хотя мой Мерседес такая телега. Нет, я говорю, невольно цепляешься за каждый проблеск жизни. Но это совершенно законно, ибо радость – дар богов. А это мой старший сын, Вольфган. Ну, этот мальчишка несколько посерьезнее. Совершенно неожиданно для меня уже умудрился сделаться профессором философии. Серьезность профессора не мешает. Однако этому мальчишке вместе с его женой, уроженной фон Рюйвзом, разделять общие веселья нашего праздника и приветствовать его уважаемых гостей. Моя невестка совершенно права. Серьезная работа не должна гасить улыбку жизни. Односторонность – это один из тяжких грехов нашего времени. Раньше социологи говорили о широком счастье человека, о благоденстве его духа, а теперь говорят о товарах, полуфабрикатах, сырье. Но меньше всех в этом грехе повинна моя старшая дочь Беттина. О, фрам Беттина широко известна в наших благотворительных кругах. Да, у моей Беттины очень доброе сердце. Она и мне помогла преодолеть не одну тяжелую минуту. А это моя младшая дочь. О, тебе. О, тебе. Надо сказать, что в ее ранней юности мы очень тревожились о ее здоровье. Но в дальнейшем, как вы сами можете в этом легко убедиться, эти тревоги оказались совершенно излишними. Ну, папа. Ясно вылечу. Ну, а ее мужа, господина Кламрут, я думаю, мне вам нечего представлять. О, да. А если представлять, то, конечно, не только как мужа своей жены. Эй. Что? Разве я не правду сказал? Нет, вы всегда говорите правду, Кламрут. У вас прекрасный помощник, господин тайный советник. Вы спокойно можете передать свое дело в эти надежные руки. Непосредственность и искренность господина директора Кламрута сочетается с очень трезвым пониманием нашей эпохи. Но, к сожалению, господин Кламрут, несмотря на все наши настоятельные просьбы, во все еще не член нашего магистрата. Терпение, господин Бургомистр, терпение. Всякому овощу свое время. Да. Я думаю, это уже не загорать. О, да. О, чудесная у вас картина. Это моя покойная жена до замужества. Портрет написан Фридрихом Августом Каульбахом. Да, да. Это сам папа. Вот видите, тут направо бабочка. Да, да. Да, да. Что вы еще узнали об этой турцинеи и о нашем престарелом Дон Кихоте? Пока больше ничего. Но на днях я снова буду в бройхе и постараюсь узнать еще что-нибудь затем. Сегодня я повстречался с несколькими почтенными болтунами и рассказал им, пожалуй, даже больше, чем знаю сам. Да, это очень хорошо, очень хорошо. Но нам самим надо распознать всю подноготность. Да, да. А пока вы мне ее представьте, я постараюсь рассмотреть ее поближе. К вашему слову, да? Она только что танцевала в саду. Ганнфельд и Паула Платильда уходят. С террасы в кабинет вбегает высокая светловолосая девушка. Это Инкен Петерс. За ней спешит ее мать, фрау Петерс. Инкен, куда ты так торопишься? Я едва поспеваю за тобой. Я не знаю, как выйти отсюда. Ну, нельзя так дичиться. Ты даже не подошла к господину тайному советнику и не поздравила его. Там и без меня было достаточно. Зачем мне тайный советник, окруженный стеной гостей? Наша обязанность поздравить его, а убегать невежливо. Ох, этот негодяй Кламрат. Танцую, он говорил такие вещи. Ну, это не все. Он идет, фролин Беттина, надо проститься с ней. Хорошо. Дорогая фролин Беттина, позвольте нам поблагодарить вас за ваш прекрасный праздник. Как? Вы уже ходите? Да. Да-да, впрочем, я понимаю. У вас, наверное, очень много работы, не правда ли? Да. А насколько мне известно, кроме детского сада вы еще пишете на машинке? Да. Очень хорошо. А как я слышала, вы еще и шьете? Да. Очень, очень похвально. Я хотела попросить вас, фрау Петерс, передать от меня пастору Имос небольшой комплект литературы для бедных. Пожалуйста, с удовольствием. Я попрошу вас на одну минуту последовать за мной. Инкен, я сейчас. Инкен хочет уйти, но перед ней неожиданно вырастает фигура Клямрута. О, очаровательная фролин. Ой, Лайн, вы с вами только что отлично протанцевали фокстрот. Я надеюсь, вы не откажете себе в удовольствии прокрутить со мной небольшой вальс. Благодарю вас, но я уезжаю домой. Пустики еще успеете. Нет, нет, решительно не могу. Ах, вот как? Скажите, пожалуйста, сюжет для вас недостаточно молод, а, ах, может быть, недостаточно стар. Вы теперь, кажется, предпочитаете седовласых кавалеров, а? Я предпочитаю, господин Клямрута, воспитанных кавалеров. Скажите, пожалуйста. Вот что, душечка, зарубить себе крепко на носу. Стрелки часов вам назад не повернуть. Клямрут уходит в сад. Инкен направляется к другой двери и сталкивается с Ганнфельдом. Куда вы так торопитесь, прелестное дитя? Ах, господин Ганнфельд, и вы здесь? Здесь весь город, а у меня с семьей Клаузен давнишняя дружба. Ну, вам было весело? Да, мне было приятно смотреть на общее веселье. Но вы и сами танцевали, и, надо сказать, прекрасно танцевали. Я на вас смотрела с удовольствием. Ну, что вы. А вы знаете, кто перед вами Инкен? Это супруга профессора Вольфганга Клаузен, невестка господина тайного советника. Тетка фрау Павла Клатильды владела именем Бройх, в котором вы сейчас живете. Да, и если бы не мой отец, который слишком любил генеральствовать и в старости наделал немало ошибок, мы и сейчас бы владели этим имением. За стариками надо зорко следить. Позвольте вам представить. Инкен Петерс. Очень дельная и прилежная девушка. Не чуждается никакой работы и прекрасно делает любое дело. Это очень хорошо. Очень хорошо. Вот ее почтенная мамаша. Вы хорошо повеселились, фрау Петерс? Чудесный праздник. Никогда его не забуду. Где работает теперь ваша дочь? Если это вас интересует, сударыня, я сейчас нигде не служу. Благодаря содействию господина Ганнфельда мы содержим детский сад в одной из старых оранжерей в парке. Мой дядя садовник в Бройхе. Именно вы руководите детским садом. Да, я сдала для этого необходимые экзамены. Сколько это дает вам в месяц? 16 сорванцов по 2 марки в неделю за каждого. Вы сегодня очень риски, дитя мое. Разрешите простить. Ни в коем случае, пока вы не протанцуете со мной еще одно танго. Мама, вступай вперед. Подожди меня у ворот парка. До свидания. Еще раз благодарю за прекрасный праздник. Пожалуйста. Господин Эдмон, вам я ни в чем не могу отказать. Ну, как вам она понравилась? Я могу сказать только одно. Она мне решительно не нравится. Она себе на уме. Вы хотите сказать, что она не дура? Вы, пожалуй, правы. Тихо, сюда идут. Старый слуга Винтер вносит корзину белых цветов, ставит ее к портрету. В кабинет возвращается Маттиас Клаузен, окруженный детьми, Кламрот, Гайгер и доктор Штайн. Дорогой папа, стань тут. Дядя Штайн, дядя Штайн, идите сюда. Рядом с папой, рядом с папой. Дорогой папа, гости разъехались, но мы, самые близкие для тебя люди, не могли отказать себе в радости еще раз приветствовать тебя. И вместе с тем присоединить к нашему празднику нашу дорогую маму, которая сейчас взирает на нас с небес. Гол золь мебет, Гол золь мебет, Драй малько, Драй малько, Драй малько, Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вы закройте, пожалуйста, все двери А у той, что может остаться открытой, станьте Цербером Это Беттина Скажи, Гайгер, твоя дочь рассказывает тебе о своих снах? Нет Моя Алиса для этого слишком спортсменка Говорит только о гребле, гимнастике и тому подобное А вот моя Беттина предпочитает рассказывать мне сны В которых я чаще всего играю роль какого-то высшего существа Иногда один, а иногда вместе с покойной женой Беттина очень религиозна Да, она говорит, что наш брак с Листиной не прерывается ни на минуту Я не склонен к оккультизму И хотя молчу, когда она рассказывает мне об этих вещах Но в конце концов это начинает меня утомлять Да, душевные жизни стареющих девушек Да еще с физическими недостатками Принимает иногда причудливые формы Отец должен с этим считаться Ну конечно, конечно, но оставим эту Гайгер, ты ведь часть моей юности Юности, которая так долго молчала во мне И вот она вновь звучит Твой приезд для меня Это дар небес Выпьем за нашу юность За юность? Что ж, великолепно Выпьем за юность Ты, конечно, ждешь от меня рассказа о том Что я пережил в этом пустом доме После того, как похоронил жену Да ведь кое-что я слышал уже от Беттины Говорят, тебе было нелегко Нелегко Каждый муж, теряющий любимую жену Переносит это нелегко Нет, Гайгер, тут было совсем другое Передо мной точно настежь раскрылись врата смерти И в эту зияющую тьму ушла не только подруга жизни Ушло все Смерть, казалось, заволокла весь горизонт И в свете этих похоронных огней Передо мной, как на экране, возникло это страшное видение Война четырнадцатого года Точно я впервые увидел этот марш смерти Нескольких немецких поколений Ну, короче говоря, я увидел вокруг себя Огромное кладбище На котором погребены Надежды, радости, вдохновения, труд Целой эпохи Для чего же оставалось жить? А дети? Дети Да, но не одно это Вместе с черной безнадежностью Во мне день за днем нарастала мучительная потребность Ответить самому себе Прежде чем умереть, ответить А во имя чего же прошла моя жизнь? Ну, этот вопрос мог родиться только в состоянии крайней душевной депрессии Как твоя жизнь А твоя публицистическая деятельность? Ведь твои статьи, собранные воедино, могли бы составить Да несколько томов Ценнейших документов эпохи А ты, наконец, сегодняшнее торжество Дает тебе достаточно красновечивый ответ на этот вопрос Ты думаешь? Нет, Гайгер Сегодняшнее торжество меня не радует Скажу больше Оно звучит для меня, как осенний ветер Через плотно обитую войлоком дверь Приглушенная, но унылая музыка умирания Вот ты послушай Приветственные телеграммы В седой вершине вы с гордостью можете обозреть Пройденный вами путь Слышишь? Пройденный А вот еще Дело свободной немецкой печати И высокую долголетнюю культуру книги Вы достойно завершили Опять завершили Все тот же беспощадный перфектум Траурная кайма последнего баланса За которым грозбух захлопывается С такой же категоричностью, как крышка гроба Нет, Гайгер Это не юбилейное приветствие Это пачка могильных эпитаев Это реквим А не веселая музыка именинного праздника И я бы наверняка от этой музыки удавился бы Если бы мы не подняли с тобой бокалы За нашу юность Матерс, ты меня озадачиваешь Да нет, здесь что-то кроется Ведь твои глаза полны жизни И совершенно не вяжутся твоими словами Да, черт возьми, да Мои глаза полны жизни И это потому еще, дорогой Гайгер Ну, об этом я скажу тебе после А теперь Кстати, среди подарков сегодняшнего дня Есть недурные вещи Вот эти шахматы Это от моих редакторов Ммм, чудесные вещи Ты знаешь, если я не ошибаюсь Так это же персидская старина Да-да, ляпис, лазурь, перламутр, серебро, золото Возможно, возможно, но эта вещь меня интересует Не только со стороны ее художественного вкуса В ней для меня, дорогой мой друг Заключен особый смысл Ты ведь знаешь Всю свою жизнь я играл в шахматы Даже в своих коммерческих предприятиях Я был больше шахматистом, нежели дельцом Я любил борьбу идей Сложные комбинации конкурирующих течений Общественной мысли, философии, искусства И вот теперь, дорогой мой друг Мне кажется, что я подхожу к своей финальной партии Скажи мне, как тебе нравится мой зять? Ох, твой зять С головы до ног бизнесмен Бизнесмен Раньше мы говорили проще Коми-вояжор Ух, как он мне не нравится Но надо признаться, что для движения деловой машины Он необходим У тебя разногласий с зятью Нет-нет, мы с ним отлично ладим А Утилия? Вполне счастлива Ты ведь помнишь нашу маленькую кроткую Утилию Красневшую от каждого громкого слова Обожает этого грубого и развязанного человека И к тому же он ее обманывает Ох, даже Ну что ж, это в порядке вещей С этим приходится мириться Да-да-да-да Но вот с чем я решительно не могу помириться Так это с мыслью о том, что дело всей моей жизни В руках этого человека превращается В обыкновенное торгашеское предприятие Мало того, что самого Гэта Он расценивает на вес медиков Он с бесцеремонностью варвара Отшвыривает прекраснейшие научные труды Бракует идеи, как сомнительные сорта бумаги И я рискую, что не сегодня-завтра под моим издательским именем Станет появляться на свет всякая литературная бульварщина Ну, Матяс, ты любишь парадонс Нет, нет, это так, Гайгер Это так Это знамение времени Вот что страшно Ты же видел, как перед ним заискивает отцы города Он же растет, он поднимает голову А когда он входит ко мне в кабинет Я боюсь, что он начнет шарить по моим книжным шкафам И выбрасывать оттуда золотую романтику нашей юности Думаю, это уже слишком Нет, уважаемый профессор Кембриджского университета Ты отстал на своем острове Это совершенно серьезно Мне страшно, когда он проходит мимо этого бюста Марк Аврели Что ему может сказать это имя? Красота античного искусства Мужество стоической мысли позднего Рима Ему плевать на все Если ему понадобится Он не задумываясь схватит первой попавшейся дубиной По этому великолепному бронзовому темени И драгоценные осколки вышвырнет в мусорную яму Ты очень возбуждаешься, Матис Навряд ли это тебе полезно Ох, когда я думаю об этом человеке Я не могу избавиться от мысли Я просто реально ощущаю направленный на меня дуло-револьвер Ой, ты мне не нравишься, дорогой Матис Но я понимаю, я понимаю Конечно, каждый человек должен бороться за свое место в жизни Должен быть готовым к защите Но ты в своей семье, окруженной такой любовью, таким уважением И думать подобные вещи Нет, нет, ты должен отрешиться от таких настроений Нет, дорогой мой друг Наступает моя последняя партия И кто знает, может быть, сложную классическую систему гамбитов Я внесу свой и несколько неожиданный вариант Я просто опрокину шахматную доску И все эти черные фигурки, охватившие меня тесным кольцом уважения, любви и преданности Рассыпятся, как ночные призраки Табуля-раза Новая жизнь Новая жизнь Я решил обрубить канат, привязывающий меня к моему старому кораблю Я не капитулирую О нет, я не уступлю ни одной буквы В проекте задуманных реформ моей жизни Ну, а что касается всего остального Весь этот хлам богатства и с ним все мое прошлое Я оставлю на том берегу Все это мертво Ты готов от всего этого отречься? Да, да Матиас, позволь мне задать тебе один вопрос Не играет ли роль в твоем решении какие-либо внешние причины? Или все следует приписать только твоему душевному состоянию? Внешние? Возможно, но главное, конечно, причины внутренние Это итог долгих дум Это итог моего трехлетнего одиночества Ну, а что касается причин внешних То позволь тебе ответить вопросом на вопрос Скажи, там, в саду, в этой людской сутолоке Ты не обратил внимания на что-нибудь несколько Необычное для картины нашего общества? Хм, ага, да, пожалуй Сейчас я тебе больше ничего не скажу Инкен Петерс живет в маленьком домике садовника Эбиша Своего дяди, служащего в имении Матиаса Клаузера Здесь она и занимается со своими маленькими воспитанниками Сюда, в тихий поэтический уголок, удаленный от городского шума Любит приезжать тайный советник Но в последнее время имение Бройх посещает не только Матиас Клаузен В Бройхе, будто бы случайно, стали появляться то дочь Клаузена, Беттина То друзья его не в меру предприимчивого зятя Клямрота Конец августа Чудесный теплый день Около домика на скамейке уютно расположилась с вязанием фрау Петерс К ней подходит ее брат, садовник Эбиш Послушай, Ханна, я получил какое-то непонятное письмо От нашего управляющего господина Ганнфельда Какое письмо? Он хочет перевезти меня отсюда Куда же он хочет тебя перевезти, Ляурец? В Польшу, в какое-то имение Обещает жалоб не больше, работа будто легче Да и жилье лучше Ну а ты, Ляурец? Ну я не хочу, ну что мне там делать, у черта на куличках Хотел ему сейчас заответить Оказывается, он сам приедет сюда и будет со мною говорить Что это ему пришло в голову, понять не могу Ну а я и того меньше Мимо дома идет пастор Имос в облачении Как бы ни взначай, он останавливается у калитки Доброе утро, фрау Петерс Да благословит вас Бог, господин пастор Ваша дочь уехала в город? Нет, она дома Пошла куда-нибудь с книжкой тут неподалеку Можно присесть на минутку, фрау Петерс? Пожалуйста, господин пастор Побудьте со мною, фрау Петерс, пока не зазвонили колокола в 12 назначенной Кристины Скажите, фрау Петерс, что тайный советник бывает у вас? Да, иногда он оказывает нам эту честь А как вы относитесь к слухам, фрау Петерс? О каких слухах? Проговорите, господин пастор Я ничего не знаю Вот так часто бывает с теми, кого эти слухи больше всего касаются Ради Христа, что это значит? Визиты тайного советника к вам очень беспокоят фролян Беттину и всю семью Клаузен Почему беспокоят? Насколько я понял фролян Беттину с тех пор, как тайный советник стал посещать вас Его здоровье заметно ухудшилось Когда господин тайный советник бывает здесь, ни я, ни Инкен, мы ничего такого не замечаем Для своего возраста он еще очень маложав Не слишком ли? Не слишком ли маложав, фрау Петерс? Вы намекаете на Инкен? Ну, с внешней стороны отношения тайного советника Это с внешней стороны, а с внутренней? В душу даже близкого человека не влезет Носятся нелепые слухи Вот это бы тайный советник собирается жениться на Инкен Нет ничего удивительного, что семья Клаузен вне себя от этих слухов Ну, я не знаю, что заставляет семью Клаузен выходить из себя Но я, как мать, ничего этого не знаю Да, семья Клаузен обладает старинными фамильными драгоценностями Эти драгоценности для детей Клаузен – святыня Не могли бы вы мне сказать, фрау Петерс, не подарил ли тайный советник, чему я, впрочем, не верю, кое-что из этих драгоценностей вашей дочери? Я вам клянусь, что мне об этом ничего не известно Слава Богу, вы меня успокоили Предупредите Инкен Пусть она никогда никаких подарков от тайного советника не принимает Это было бы непростительной ошибкой Ввиду особого душевного состояния тайного советника Прощайте, фрау Петерс Колокола зовут Младенца несут в церковь Анна, Анна Что хотел от тебя паст Рымас? Что он хотел, он и сам этого не знает Ну, а я и того меньше Что за черт? Вон управляющий идет Добрый день! Добрый день, милый Эбиш! Фрау Петерс, добрый день Добрый день, господин управляющий Ну, вы мое письмо получили? Так точно, получили Ну и... Послушайте, я не тороплю вас с ответом, милейший Но вы что-нибудь решили? Господин управляющий, лучше мне остаться здесь Ах, повышение оклада вас не привлекает? Я уже обжился здесь, да и хватает нам Да Ну, что же, милейший, мне ваша точка зрения ясна Оставьте-ка нас на несколько минут вдвоем с вашей сестрой Пожалуйста, господин управляющий Господин управляющий, не угодно ли яблоки? Благодарю вас Ну, вы знаете, что я предложил вашему брату? Я узнала об этом 15 минут тому назад Присядьте, втолкуем Спасибо Только дело это, фрау Петерс, не терпит огласки Вы меня пугаете, господин управляющий Да что, фрау Петерс Скажите, фрау Петерс, отчего умер ваш муж? Он покончил с собой в предварительном заключении Когда мы сюда переезжали, в фургоне с нашим имуществом вспыхнул пожар Распространили клевету, что мой муж сам поджег фургон, чтобы получить страховую премию Это была подлая ложь, клевета Простите, фрау Петерс, я не хотел вас расстраивать Ну чего? Теперь вспоминаю Ничего, ничего Вот почему с тех пор мы боимся всяких переездов Простите Значит, вы тоже против переезда вашего брата на лучшее место? Да, потому что тогда нам с ним пришлось бы расстаться Я и Инкен, скорее всего, остались бы здесь Здесь? Вы что, имеете в виду этот дом? Нет, конечно, ну, где-нибудь тут поблизости А будете ли вы упорствовать, фрау Петерс? Если за ваше исчезновение вместе с Инкен Будет предложено, ну, скажем, 40 тысяч марок Что это значит, господин юстиции советник? Выслушайте меня Вот до чего дошло Хотят избавиться от Инкен? Бог свидетель, господин тайный советник Бог достичь это гораздо дешевле Господин тайный советник об этом деле ничего не знает Вы хотите сказать, что он ничего не хочет знать? Он подсылает других, как это всегда делают знатные господа Я вам говорю, господин тайный советник об этом деле ничего не знает И добавляю, ничего не должен знать Господину тайному советнику достаточно перестать здесь так часто бывать Я надеюсь, что он настолько знает, что понимать, что бегать за ним она не будет Я вам в третий раз повторяю Господин тайный советник об этом деле ничего не знает Откуда же деньги, если не от него? Поклянитесь, сохранит тайну Не трубить же на всех перекрестках о пощечине, которую получаешь Деньги дает семья Клаузен И они пойдут на все Они хотят покончить с этой историей С какой историей? Ах, нет никакой истории Так, милая моя, тем лучше Значит, по воле божьей, ваша дочь за одну ночь становится богатой невестой Я не требую, чтобы именно сейчас сказали да или нет Но подумайте, фрауп Это же все мы слабые люди Деньги всегда деньги А случай только случай Он может не повториться Не пропускайте его Вы знаете, что мне на это скажет Инкен? А ей совершенно незачем знать об этом Ну, этого нельзя скрыть А я вам повторяю, что ей совершенно не обязательно знать об этом Но она же меня спросит, откуда деньги? Ну, скажите, что вы получили наследство, не знаю Договорите с вашим братом Вы знаете, она может в воду броситься В вопросах чести Инкен похожа на своего отца Ну вот что, фрау Петерс Я все сказал Вы прекрасно знаете, кто такой господин Клямрот И иметь своим противником жену профессора Вольганга Клаузен Я тоже никому не советую Нечего таить Над вами собираются черные тучи Значит, деньги идут не от господина тайного советника А от его семьи Да-да-да-да-да И весь вопрос в том, кто окажется сильней А вот и ваша Инкен Но всего наилучшего, фрау Петерс Действуйте так, как сочтете нужно Инкен, откуда тебя эти конфеты? Это совершенно фантастическая история, мама Представь себе аэроплан Фокер, покер Или уж не знаю, как там, над самой головой И вдруг хлоп, буквально с неба коробка конфет Инкен, мне не до шуток Откуда у тебя дорогие конфеты? Но если аэроплан тебе кажется маловероятным Тогда изволь от Эггманта Кляузена Каким образом? Очень просто Он был здесь, у красной сторожки Дожидался Ганнфельда Увидя меня, он тотчас же усадил меня в свою новую машину И бешено прокатил до станции обратно А в награду вот коробка конфет Только, к сожалению, верхний ряд этот мальчишка съел сам Инкен, я тебе говорила не раз, что ты не должна принимать никаких подарков Ты говорила от тайного советника И от тайного советника, и от всей его семьи Ты, может быть, в этом смысле совершенно спокойна Хотя что тут особенного? Мне, например, кажется Я бы очень хотела получить какой-нибудь подарок от тайного советника Да? Инкен, сядь сюда на минутку Если ты опять собираешься повести торжественную беседу на эту роковую тему, я лучше уйду Инкен, я тебя прошу сесть и спокойно меня выслушать Хорошо Вопрос становится слишком серьезным Ну, одним словом, ты не захочешь нас втянуть в судебное дело? Опять в судебное дело? Что значит, опять? Скажи мне Скажи мне, мама Мой отец умер в тюрьме Откуда ты узнала? Откуда? Ведь это же неправда, неправда Он покончил с собой в предварительном заключении Потому что его обвинили в поджоге собственного имущества Чтобы незаконно получить страховую премию Это неправда, я тебе сейчас все расскажу Мама, ты, по-видимому, считаешь меня все еще ребенком Ведь я давно об этом догадываюсь А сейчас, вот смотри Чье-то бескорыстное доброжелательство Открывает нам нашу фамильную тайну во всех подробностях Открытка? От кого? Аноним Какая подлость Отец был совершенно невиновен Я тебе сейчас все расскажу Я знаю И ни минуты в этом не сомневаюсь Доктор Штайнец рассказал мне все это дело во всех подробностях Он знает Я показала ему эту открытку Он все знает Ну И давай забудем об этом Ты не волнуйся Мама, ты только не волнуйся Ведь Ведь ты пойми Я заговорила сейчас об этом Совсем не для того, чтобы бередить твои раны А просто ты должна знать Что я достаточно смело смотрю жизни в лицо Больше доверия, мама Ну Ведь тебе самой сейчас станет легче со мной Не правда ли? Да Давай забудем об этом Кончим Ну, расскажи мне, каковы твои опасения? Ой, у меня сейчас уж все перепуталось в голове А скажи Господин тайный советник знает об открытке Ну, конечно Во всяком случае я сама должна ему рассказать об этом Непременно Непременно Вот мы сейчас с тобой говорили о подарках Что ты хотела бы получить Инкин Ну, скажи мне откровенно Может быть, тайный советник подарил тебе какое-нибудь колье или кольцо? Он мне подарил Столько сапфиров Рубинов Бриллиантов И еще, как они там называются Сколько ты видишь сейчас Вот, на всех моих растопыренных пальцах Ой, ну Ну, слава Богу Слава Богу Ты меня успокоила Ох, а то знаешь, как трудно Ведь ты же по сравнению с ним ребенок Ну, насколько мне известно Тайный советник не возражает против этого Ну, вот ты опять шутишь Инкин Скажи мне еще Что тайный советник Он, он с тобой ничего не говорил О браке Он тебе не делал предложения Нет Но это и не нужно Потому что если Он не станет моим мужем То я Пущу себе пулю в лоб Инкин Инкин Ой, что это за сумасбродные выходки? Откуда у тебя такое самомнение? Ты что воображаешь? Что он в тебя действительно влюблен? Это фокусы, дитя мое Это стариковские штучки А ты мне слишком дорога Чтобы служить лакомым куском Какому-то старому разврату Довольно, мама Ты не должна так говорить о нем Если бы ты только знала этого человека Ты бы никогда так о нем не говорила Этого нельзя Господи, что такое? Столько лет человеку Тебе делали предложения молодые люди Инженеры, врачи И вдруг Да, вдруг Именно вдруг Вдруг Когда я увидела его впервые Да разве это можно? Разве об этом расскажешь? Вот ты говоришь, молодые люди Но что они могли мне дать? А мать Асклаузен Я переродилась И если я доживу До девяносто лет Я и тогда его не забуду Нет, не растеряю этих драгоценных Крупиц его души, которые он мне дал Что это за крупицы, Инкин? Это не выложишь на стол, мама Да? А вот здесь был господин Ганефельд Клямратовская ищейка Ну, это я не знаю И фролин Беттина тоже приходила Кривобокая святоша Она готова меня съесть, я знаю Ведь она прекрасно знает, что не сегодня-завтра Я развею ее кладбищенские чары Я вырву его из этого синого гнезда Инкин Ну, ну довольна, мама Не будем портить этого чудесного утра Ты знаешь, что-то у меня после шоколада Ужасный аппетит разыгрался Пойду-ка я отрежу себе хлеба А ты знаешь В сущности ведь очень неплохо Что мы с тобой так поговорили, правда? Стало все гораздо яснее Ох, про себя я этого сказать не могу Инкин, мы окружены врагами Какими врагами, мама? Я вижу перед собой друга единственного и незаменимого Здравствуйте, наконец-то! А которая из этих рук предназначена для пожатия? Обе! Здравствуйте, Инкин, здравствуйте Здравствуйте, фран Петерс Здравствуйте, господин тайный советник Простите Мне нужно к детям Ваша матушка чем-то расстроена? Я ужасно рада, что вы пришли Но почему же вы так долго не приходили? Ведь я измучилась, дожидаясь вас Утешаюсь во всяком случае тем Что вы не лишились аппетита? От радости я его потеряла А где же хлеб? Ой, где-то уронила Нет Простите, оказывается, съела Вот как Да Только здесь Только в этом волшебном уголке Мне хочется жить Крепился целых три дня и не выдержал Зачем же крепились? Разве это вас тяготит, и вы этого не хотите? Нет Я этого хочу Но я не должен этого хотеть Признание мало Утешительное для вашего светловолосого друга Как вы меня иногда называли Но сейчас, когда вы уже здесь Гоните прочь унылые мысли Вы посмотрите-ка вокруг Да, прекрасно Что это? Свадьба? Нет Кристины Что, по-моему, гораздо веселее Колокола оповещают небо О появлении на земле нового маленького гражданина Но вряд ли это небо сколько-нибудь интересно Но звучит это красиво Не надо так говорить, Инкин Романтика исчезла из мира Но вокруг вас Она должна цвести Полным цветом А что толку в этой романтике Если она не может развеять печали ваших глаз? Я вижу В ваших глазах опять залегли тени прошлого Но вы же сами говорите, что это призраки Тени прошлого оставили после себя живое наследство Откажитесь от него Это не единственный для меня выход Я знаю только два Или все оставить так, как оно есть Или беру ваши собственные слова Покинуть берега прошлого навсегда Я знаю и третий Какой же? Это тот Который избрал бы в свое время Сенека Или его последователь Марка Врели Выход, который древние назывались стоическим Им завершается не только какое-нибудь дело Но и сама жизнь Да Как последнее средство выход неплохой Это и для меня выход Что? А неужели вы думаете, что я не смогу сделать того же? Инкин, что вы говорите? Разве можно так кощунствовать? Что для меня естественно и законно То для вас преступление Кто установил этот закон? Я его не знаю Инкин, это же безумие И потом я вовсе не сказал, что этот выход Дело для меня решенный Но не закрывайте мне этого пути Не лишайте меня этого права А кто дал вам право Решать за меня В чем мое счастье И в чем мой покой? Это жестоко Хотя бы по одному тому Что совершенно бесплодно Иного выбора я для себя не предвижу Ой, если так Будь проклята сама мысль об этом Клянусь вам, Инкин Я отказываюсь Со всерешительностью Я отбрасываю этот выход Ой, я не должен был Именно вам Я не должен был даже заикнуться об этом Почему именно мне? Не потому ли, что по этому пути Так необдуманно пошел мой отец? Нет, нет То есть я слышал об этой печальной истории Мне они рассказывали Даже пытались с этим повлиять на нашу дружбу Инкин Инкин Здесь Здесь совсем-совсем другое Что же? Инкин, дорогая Вы поймите Я не имею права Подогревать ваши сочувствия Ну, скажем Вашу симпатию ко мне Я Я не имею права Цепляться за вас Как за якорь спасения Ах, Инкин Будь я моложе Разве такой разговор Мог бы возникнуть между нами? Я окружил бы вас Такой жизнью Но Где? Где я возьму сил для этого теперь? Где? Там, в горах Суаны Да-да, именно там На вершине Монта Дженерозе Подобно этому санскому эритику Сбросившему с себя рясу священника И соединившему свою судьбу с дикой пастушкой Кто принес мне эту чудесную книгу? Вы Ведь я ее не знала Кто раскрыл мне эти золотые незабываемые страницы? Вы Вы, Матяс, очаровали меня этой языческой поэмой Этой неумирающей песней любви Освобожденной любви, Матяс Так почему же вы молчите? Ведь эта песня написана для двух голосов И вы молчите Вы можете молчать Я знаю, что замыкает ваши уста Мои годы, инхи Нет, неправда Это семиглавый дракон семьи Долгой приличия Ревниво залег на вашем пороге Карауле малейшие ваши движения Бог мой, да неужели же Ну, ну разве вы не слышите? Ведь, ведь целый мир голосов Зовет вас на солнечные просторы Неужели вы их не слышите, Матяс? Ой, если б я мог Их не слышать Так зачем? Зачем же это сопротивление? У меня его осталось ровно столько Чтоб ответить тебе словами Гэте Мрак во мне сменяется светом Сиянье рая чередуется с глубокой ночью Но когда на меня нисходит райское сияние Я вижу синее небо и тебя Красные лилии И тебя Золотые звезды И тебя Солнце И тебя Везде и во всем я вижу тебя Тебя Тебя, моя Инкин О, Матяс! Но затем наступает Черная ночь И семиглавый дракон Поглощает все Нет, но и тогда И там Ты видишь меня 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 И наваждение Исчезает Прозрачное осеннее утро В столовой Большого дома Клаузена Старый слуга Винтер Заканчивает последние приготовления К традиционному семейному завтраку Появляется озабоченный и взволнованный Клямрут Винтер Слушаю, господин директор Вы не знаете, кого еще ждут к завтраку Кроме нас и штайница Тут как будто лишний прибор Не могу знать Сначала было накрыто на 10 кувертов Потом было приказано Один прибор убрать Когда я позволил себе заметить Что еще один прибор лишний Господин тайный советник разгневался Прошу не умничать, сказал он Никаких тут лишних приборов нет И всякому, кто позволит себе это сказать Можешь заткнуть глотку Слышь, ну я вам это вспомню Все эти ваши штучки И зарубить себе крепко на носу Стрелки часов вам назад не повернуть Извините, господин директор Но часами я в этом доме не заведую Хам! А, Эрик! Как хорошо, что мы снова все вместе Я небезумысленно стояла Чтоб папа возобновил наши ежемесячные семейные завтраки А вы знаете, что Инкен Петерс Находится сейчас в кабинете у вашего отца? Кто это сказал? Я это говорю Когда я проходил через коридор Дверь в кабинет была чуть-чуть приоткрыта И я там услыхал ее голос Инкен Петерс? Как раз сегодня в день семейного завтрака? Да, да, да Придумано неплохо Это вызов, проба сил Ну что ж, посмотрим, посмотрим Нет, 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 извините меня Я пойду спрошу Винтера Пожалуйста, пожалуйста Атилья? Да, милый Пойди к сюда Да Сколько здесь приборов? Пожалуйста, милый Здесь девять приборов Ну, Эрик Ну, сколько человек нас в семье? Пожалуйста, милый Здесь сидит отец Здесь Беттина Здесь ты и я Это четыре Здесь сидит Эггмант Здесь Павла Клотильда и Вольфганг Там сидит Штайн К черту Штайнца Пойди сюда Да Кто будет жрать здесь Вот за этим прибором? Нет, нет, Эрик Нет, нет Отец нас никогда так не обидит А вот вы все это увидите Впрочем, к черту все это Я откажусь от этого завтрака У меня и кусок в горло не полезет А застольная философия вашего папаши И профессорская болтовня Вольфганга Меня совершенно не интересует Ну, ты же сам говорил Что будешь на завтраке В интересах семьи К сожалению, ни на кого другого Положиться не могу А фантастические планы Вашего папаши Становят слишком опасными Я должен сам все видеть Все знать У вас нет никакого представления О требованиях нашего времени Вечно витаете в облаках Смотрите на нашего брата свысока Милый Но никто не смотрит на тебя свысока Но это только значит Что нашей семье свойственен Некоторый идеализм Да, хороший идеализм У вашего папаши Который сейчас тратит бешеные деньги На шелковые рубашки Эрик Весь город помирает с осмеху Фу, нечем дышать Я пойду в сад Милый Я прошу тебя Эрик, не уходи Возвращается Беттина Поверить этому не могу Ты что-нибудь узнала? Действительно У папы сидит какая-то дама Если прав твой муж То меня ждать к завтраку нечего Беттина Входит Вольфганг с женой Пауля, здравствуй Здравствуй, Беттина Здравствуй, Патиля Здравствуй, Патиля Здравствуй, Вольфганг Первым долгом почтим память нашей чудесной, незабвенной свекрови Как ты трогательна, моя добрая Пауля Паула ставит букет к портрету покойной фрау Клауза Будь с нами, будь с нами Пусть дух твой нас тесно сплотит Аминь Да-да И Эрих говорит Мы должны твердо держаться все вместе, невзирая ни на что И без всякой ложной сентиментальности и чувствительности Ах, если бы это не было так тяжело Так тяжело для меня Успокойся, успокойся, дорогая Все обойдет Что случилось, Беттина? Ты чем-то расстроена? Нет-нет, ничего не случилось Нам угрожает еще одно неслыханное оскорбление Взгляните на стол и скажите Кто будет есть здесь, за девятым прибором? А, вот Винтер, мы сейчас спросим у него Не скажете ли, Винтер, кто сегодня за завтраком из посторонних? Нет, господин профессор, сказать решительно ничего не могу Сей за стол с этой швеей С дочерми каторжников обычно за стол мне садятся Я рискую своим положением Нет, Вольф, нет Я не поверю, что папа нас так оскорбил Что здесь происходит, господин? Эгман Хорошо, что ты пришел, Эгман Встревожено, как осиное гнездо Эрих Кляморт носится как одержимый по саду А вы мечетесь здесь, словно все рихнулись Да, ну знаешь, бывают вещи, которые переходят всякие границы Скажи, а ты что-нибудь знаешь о девятом приборе? О девятом приборе? Думаю, что придет Инген Петерс Вероятно, она уже здесь Что? И ты, и ты это, дорогой Эгмонт, говоришь так просто? Да, я это говорю так просто Значит, ты не понимаешь всего значения этого шага И опомнишься, мой дорогой мальчик, только тогда, когда тебе придется называть эту девку своей матерью У тебя фантазия достойна самого Данте Мой тебе совет, не увлекайся, Клотильда А ты, Эгмонт, ознакомься раньше с фактами и тогда говори За старый Петерс мы должны следить во все глаза Ей предлагали целое состояние, чтобы только она убиралась с своей дочерью Она отказалась, дочь ее капитал Она надеется за нее получить кое-что позначительнее Пауля, ты всюду видишь мерзкие махинации, на которые эти простые люди совершенно не способны Об этой денежной истории я ничего не знаю Но Инген Петерс такой прямодушный и скромный человек, что за нее я готов в огонь и в воду Сейчас мы втроем, папа, Инген и я были в зоологическом саду Какие-то были очаровательные полчаса Возможно, что дочь еще не настолько испорчена Но у ее матери есть кое-что на совести Муж ее умер в тюрьме Известно, что он покончил самоубийством Но, говорят, поджог, дело ее рук Да-да-да, они хотели получить страховую премию У Ганнефельда на руках материалы судебного следствия Ну, я верю больше Штайницу, чем Ганнефельду А Штайниц всячески защищает фрау Петерс Просто потому, что он таскает ей каштаны из огня Он, вероятно, знает, почему это делает А вот наши сведения совсем другого рода Входит доктор Штайниц, домашний врач и друг семьи Клаузен Добрый день, господа Здравствуйте, господа Вы пришли как раз вовремя Многоуважаемая Пауля Клотильда Урожденная фон Рюбзаман Только что честила фрау Петерс Моя невестка настаивает на том, что фрау Петерс поджигательница А муж ее из-за нее, оказывается, попал в тюрьму Да, господа Эту уважаемую женщину шантажируют недостойной клеветой А с недавних пор, представьте себе, господа Она стала даже получать анонимные письма Одно из них при мне Я собираю подобные свидетельства человеческой подлости Вот не угодно ли взглянуть Что? Мне? Почему? Это должно меня интересовать По мотивам солидарности То есть? Представьте, господа Автор письма высказывает те же взгляды, что и вы Ну, дядя Штайн Я надеюсь, вы не хотите этим сказать Что автором этого письма является моя жена Ну, сколько, дядя Штайн Нисколько Я только хотел сказать, что мнения совпадают А, ну, конечно, да Подобная дрянь просто швыряют в камин Я бы очень хотел, чтобы вы так же поступили С вашим предвзятым отношением к фрау Петерс Не сгорела Ну, это письмо я все-таки сохраню Оно пригодится фрау Петерс для самозащиты Пригодится или не пригодится Мне это совершенно безразлично Я так иду Да, да, да Совершенно безразлично Я так иду Да Я пойду в сад Пауля, ты побледнела Что? Оставь меня В комнату входят взволнованные Бетина и Вольфганг Не может быть, это значило бы отнять у нас самое дорогое Самое священное, что нам осталось Прошу тебя, Вольф, молчи об этом Можно узнать, о чем вы говорите? Нет, нет, нет Я предпочитаю об этом не говорить Бетина, Атилья наша сестра и хорошо все рассказать Атилья, отец отдал кольца и драгоценности этой девицы Кольца и драгоценности покойной мамы Если вы сейчас чувствуете то же, что и я, то право следовало бы завесить портрет мамы Господи, господи Я чувствую то же самое Возвращается Паула Мне все время было как-то не по себе Лучше бы я стала сдох Паула, ты слышала? Кольца и драгоценности покойной мамы постепенно переходят к папиной любовнице Вздох, вздох? Это совершенно невозможно Нет, дорогой Вольфганг, я никогда не поверю, чтобы он пошел на такой скандал Ради бога, господа, не поднимайте шуму из-за пустяков Пусть эта маленькая Инкен позавтракает с нами Хватит на всех Эггман, да ты слышал? Ну что? Папа расхищает драгоценности покойной мамы Это Инкен уже носит ее кольца, браслеты, серьги Если я скажу об этом мужу, я не знаю, что с ним будет Атилья! Не вернись! Доктор, скажите мне совершенно откровенно Есть ли хоть доля правды в слухах, будто бы отец купил замок на Цухском озере И поручил его реставрировать берлинскому архитектору? Я знаю, господа, лишь то, что подобные планы действительно были Тайный советник мечтал провести свою старость в уединении Тядя Штайнц, неужели папа дарит Инкен наши фамильные драгоценности? Не кажется ли вам это недопустимо? Дорогой мой Эггмунд, все это меня совершенно не касается Ну, если это так, то портрет мамы действительно надо завесить Бетина, ты слышала, что произошло с маминой драгоценцией? Ради бога, не говори об этом! Почему? Я доверила Свольфгангу, а он, к сожалению, не сумел скрыть это Ну, тогда папа действительно сошел с ума Ради всего святого не говори так! Это невыносимо, ты терзаешь мое сердце! Я боюсь, что Атилия расскажет обо всем мужу У него такая несносная манера говорить об отце Оставьте меня! У меня дрожит каждый нерв! Я должна уйти! Из сада возвращаются Атилия и Кламрут Ну, знаете, почва уходит из-под ног Ведь он разбазаривает фамильные драгоценности Говорят, от них осталась половина Ведь он пустился на махинации еще и пострашнее этих Какие? Какие? Они могут взорвать все дело Пустить по ветру все состояние Ведь он не отдает себе никакого отчета Он наполовину, а может быть и совсем не вменяем Так нельзя ли аннулировать покупку замка, если она действительно состоялась? Я был у юстиции советника Ганнафельда Ну и что же? Закон на это не дает никакого права Если не произойдет что-либо невероятное Ты знаешь, Пауля, отец для меня уже не вменяем Я должна сдерживаться Но я бы этот девятый прибор швырнула с балкона Да, ты права Винтер! Атиле, позови Винтер Винтер! Слушаю, господин профессор Уберите эти тарелки, салфетки, вилки и ножи На семейном завтраке нас только восемь Однако это противоречит строгому приказу Хорошо Если не хотите вы, я сделаю это сам Но придет время, и я вам ваше упорство припомню Надо всегда действовать А не покоряться обстоятельствам Винтер, возьмите Раскрывается дверь И Маттиас Клаузен почтительно вводит Инкен Петерс Прошу вас, Крой Гай Здравствуйте Здравствуйте, папочка Вы, я вижу, потеряли терпение Вас звучит голод А я привел к вам Инкен Петерс Доброе утро Доброе утро Здравствуйте Мы доставили себе детскую забаву Погуляли в зоологическом саду Эгмот был с нами Очень мило, что ты приехал, Вольганг Благодарю, папа Доброе утро, невестка Доброе утро А что у тебя за дела, Вольф, с юстициосоветником Ганнафель? Говорят, он встречал тебя на вокзале Так ведь мы друзья детства, как ты знаешь Как у меня с Гайгером Чрезвычайно редкий случай Обычно молодость и дружба исчезают одновременно Ну и так сядем Да, а где Петтина? Ведь мы сейчас начнем Эгмонт, скажи, что мы собрались Хорошо, папа Ну, какие вести из Фрайбурга, дорогой Вольф? Да все по-прежнему, ничего особенного А как работает новая ротационная машина Клямброт, хорошо? Я не совсем доволен Ну, об этом поговорим после завтрака Хорошо Ну, если Беттина не придет, давайте садиться Нет Я все-таки охотно подождал бы Беттина Папа, Беттина просит передать, что ей сегодня не здоровится Она просила, чтобы мы начинали без нее Дорогой Штайниц Выясните, пожалуйста, что с Витиной И скажите, что я прошу ее прийти Ведь она заменяет хозяйку дома Слушай, господин тайный советник Папа, я думаю, что у нее обычная мигрень Господин тайный советник Вы не очень рассердитесь, если я попрошу вас отпустить меня У мамы срочные дела в городе А в детском саду остается только один дядя В садоводстве есть телефон? Эггмон Да Вызови, пожалуйста, фрау Петерс Нет, нет Я ведь сказала вам уже, что у мамы срочные дела в городе У фрау Петерс срочные дела Хорошо, господин тайный советник Я останусь Вольфганг, а ты, собственно говоря, знаком с фраэлем Инген? Нет Нет, фраэлем, мне не была представлена Ты хочешь сказать, что тебя не представили, молодой даме? Итак, я хочу тебя представить этой даме Мой сын Вольфганг, фраэлем Инген Я привожу к вам исцеленную фраэлем Бетину, господин тайный советник Прости, пап, я охотно пришла, но мне казалось, что я не нужна больше А почему тебе так казалось? Право затрудняюсь сказать папочкой Но об этом поговорим после завтрака Прошу Все подходят к столу Клаузен замечает, что для Ингена не поставлен прибор Это что такое? Это что такое, фраэлем? Пожалуйста, пожалуйста, мое место Пожалуйста Прошу прощения, господин тайный советник Я сначала накрыл на девять приборов И куда задевался девятый прибор? По приказу господина Вольфганг Отдай его сюда! Владившего святого, успокойтесь, дорогой друг Инген незаметно убегает из комнаты А где фраэлем? Нет, еще странно, что она сбежала от той гостеприимной и любезной семьи Скорее выйти уберетесь отсюда, чем ей будет отказано от этого дома Фраэлем! Фраэлем! Ах, ах, ничего больше понять не могу Мне кажется, что я сошла с ума Петтина, успокойся Чего же вы этим добились, господа? Нельзя же требовать, чтобы перед портретом покойной мамы Я скрывал свое возмущение и отвращение Нет, худо без добра, сказал бы я Мы теперь все ясно услышали, какая судьба нас ожидает Да, вы это ясно слышали И было бы большой ошибкой усомниться в значении слов Произнесенных таким человеком, как господин тайный советник Быть может, доктор, вы мне скажете Как из уст человека, подобного моему отцу Не знавшего ничего более возвышенного в целом мире, чем его семья Могли прозвучать такие угрозы Да он же был тяжело оскорблен и раздражен всеми вами Господин тайный советник возвращается один Вольф, ты старший, ты должен первый ему ответить Да, я решился, я ему отвечу Мы опоздали, сядем Что нового в Женеве, господин Клямор? В Женеве в данный момент? Право не знаю О, Тилья, у твоего сына была свинька, он выздоровел? Да, папочка, он уже восемь дней как играет в песочек Вольфганг, а ты читал прекрасный трактат доктора философии Альбрехта Вайс? Ведь он занимал у вас кафедру во Фрайбурге На какую тему? На тему о жизни и смерти Ну, этой темой касаются решительно все Да, но Вайс утверждает, что существует только жизнь Смерть в молодости возможна, а в старости неминуема Да, я вижу, ты в этом много понимаешь Теперь, надеюсь, тебе уже хорошо, Беттина Ты же знаешь, как я слаба Ты, может быть, думаешь, что я притворялась Я только человек А жизнь ставит иногда не совсем легкие задачи Надеюсь, этого ты отрицать не будешь Ну, конечно, не буду Впрочем, один вопрос Соблюдение приличий Самых обыкновенных приличий Считаешь ты тяжелой или легкой задачей? Приличие для воспитанных людей не задача Это, разумеется, само собой А вы все, конечно, воспитаны Да, я думаю, что нашему кругу ты не можешь отказать в воспитанности Да, вы вышли из хорошей детской Хотя кое-кто среди вас и сидит на криво поставленном стуле и с локтями на столе Эрих, Эрих Но давайте говорить о другом Я как-то думал уйти от дел Папа Как бы вы к этому отнеслись? Вы, уважаемый зять Разве это касается только меня? Это главным образом касается Отилии Кто из вас оказался бы кордель Если бы я, как тот старый безумный король Лир Роздал бы все свое состояние Ты начинаешь острить, папа? Нет, нет, я делаю предположение на случай, если бы я ушел от дел Но ты не должен уходить от дел, дорогой папа Я ничего не понимаю в деловых вопросах Но пока среди нас я не вижу никого, кто бы мог тебя заменить К сожалению, я с этим вынужден полностью согласиться Папа, я бы хотела, чтобы ты заглянул в наши души Ты бы там увидел, что мы совершенно не представляем себя без тебя Ты не знаешь, как трепещет за тебя мое сердце Ты же наше величайшее сокровище Мы только не хотим потерять это сокровище Папа, папа, мы хотим только успокоения Рассей хоть одним сердечным словом волнующий нас страх Ведь я женат У меня дети У Отилии дети Мы просто боимся за наше существование Потому что нам кажется, что мы стали для тебя чужими Папа Да-да, я слушаю, слушаю, слушаю Еще кто? Позвольте мне Общий кризис очень значительный Времена очень тяжелые, господин тайный советник Тем не менее, я не испытываю никакого беспокойства За нашу добрую старую фирму Возможно, что моя деятельность не во всех деталях Соответствует вашим предначертаниям Но нести ответственность за дело в целом Мне кажется, я в состоянии В самом издательстве моя популярность общеизвестна И все это потому, что мой образ мыслей и мои действия Покоятся на совершенно твердой программе Моей непоколебимой воле и соответствует духу времени Вполне понимаю значение вашего заявления Уважаемый зять Это значит так же, что вы уже имеете и своих агентов в деле Что это такое? Эрик! Что это такое? Я спрашиваю Подобная клевета должна быть обоснованной Эрик! Эрик! Не будем выходить из себя Ведь речь идет только о том Сохраняет ли папа свое прежнее отношение к нам Имеем ли мы право по-прежнему рассчитывать на его отцовскую любовь Папа! Папа, может быть, ты скажешь Как ты представляешь себе наше будущее Но только, чтобы оно было в любви и согласии Я касался только деловых вопросов, Бетина В деловых вопросах прежде всего должна быть трезвость Здесь с любовью и согласием ничего не поделаешь Принимаю к сведению ваш вызов, уважаемый зять Ну, от объявления войны, господин тайный советник Я пока еще очень далек вношу в протокол Так же и ваши пока Эрик! Ради бога, ну какая же между нами может быть война? Папа, мы же убеждены, что ты по-прежнему питаешь к нам Самые лучшие отеческие чувства Вот, и оказал мне большую честь, если бы выдал мне свидетельство, что я не кабан, который пожирает свое потомство Папа, ведь мы хотим только, чтобы ты доверился нам, чтобы мы не бродили в потемках Это произошло бы уже давно, но я в этом не чувствовал никакой потребности Ты хочешь сказать, что мы недостойны твоего доверия? Такой обиды никто из нас не заслужил Этим заявлением папа подчеркивает, что наше место в людской Да, 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 именно там ваше место Если бы вы могли так грубо, с такой чландливой бесцеремонностью Обойтись с этой бедной, ни в чем не повинной девушкой Кто вам дал право на такое оскорбительное поведение? Разве только то, что вы полны претензий, избалованы, выничаны С заботами и деньгами ваших родителей бездельники? И вы смеете учить вашего отца? Разве я не свободный человек с правом свободного решения? И разве вы имеете надо мной право опеки? Право в это? Кто вас уполномочил направлять мои шаги? Выпускать по моему следующее? Устанавливать надо мной полицейский контроль как над преступником? Вы запомните, я не потерплю, чтобы вы присваивали себе власть над вашим отцом Власть над его жизнью и смертью Мы не присваиваем себе власть над вашей жизнью и смертью Но мы не можем спокойно наблюдать Папа, загляни на портрет мамы Когда через этот священный порог приводит дочь человека, покончившего с собой в тюрьме Я называю это кощунством Папа, вспомни о драгоценностях мамы Что? Вон! 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 Все! 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 Да, тысячи раз лучше вон, если это так суждено На улицу, в нищету, с женой и детьми Чем дальше терпеть такое обращение? Ну, до своей семьи нищеты я сумею избежать Вон! И запомните крепко Стрелки часов вам назад не повернуть Я лишаю вас всех полномочий! Все ушли К Матиасу подходит доктор Штайниц Мой дорогой, мой любимый старый друг О, я никому никогда не позволю Погасить свет всей моей жизни Прошло несколько недель Но немало событий произошло за это время Матиас Клаузен решительно порвал со всем Что составляло его прежнюю жизнь Бросив вызов семье, обществу Он связал свою судьбу с Инкен Тетерс Они поселились в Швейцарии На берегу Цугского озера Однако дела издательства требовали возвращения Клаузена на родину И в начале ноября Не подозревая о том, что черные тучи собираются над его головой Тайный советник вместе с Инкен вернулся в свой городской дом Сюда же приехал вызванный телеграммой Клаузена Профессор Гайбер Добро пожаловать, мой дорогой друг Ну, жду от тебя совета по многим вопросам Матиас, я слышал, ты хочешь переселиться в Швейцарию? Ха-ха-ха, скажи лучше на другую планету Да, что же, может быть, с помощью ракетного прибора Ха-ха-ха, приобрел поместье на Цугском озере? Да, в горах Старый швейцарский дом с прекрасным парком у озера Инкен просто счастливый Да, я слышал Хочешь жениться? Да, я хочу поскорей узаконить наши отношения Матиас, а дети, твои дети, они согласны на это? Ну, этот вопрос меня мало интересует А теперь позволь представить тебе Инкен Да, но мы ведь знакомы Да, ведь ты ездил со мной в Бройке, я совсем забыл Вы помните меня, господин профессор Мы очень рады, что вы приехали Правда? Почему же я стал так незаменим? На это, господин профессор, имеются веские основания Гайгер, поезжай с нами, Швейцарий Более восхитительного уголка, чем в нашей поместье Не существует в мире Мы провели там незабываемые дни Да, там в маленькой гостинице на берегу Цугского озера Матиас совершенно другой человек А здесь его снова охватывает беспокойство Ты не поверишь, но там в нашей одинокой тишине Я совершенно забыл, что такое усталость и бессонница Да, Матиас, но помиришься ли ты с этой тишиной? Ты привыкший к такой кипучей деятельности Ты что, имеешь в виду слонов, коней и пешек Моего шахматного ада, да? Меня больше не интересует эта свалка хищников и снижателей Природа, искусство и философия И Инкин Этого для меня больше, чем достаточно Ну что ж, в таком случае от всего сердца поздравляю И даже завидую Только Прорежите побеспокоить вас, господин Танин Советник А что такое? Необходимо подписать некоторые бумаги А, будки-будки, вы мой крест Ну, пойдемте, пойдемте Я, я сейчас вернусь Я сейчас вернусь Вы знаете, Матиас произвел на меня прекрасные впечатления У меня просто камень из души свалился Но почему это вас так поразило? Нельзя ведь забывать, что Матиас является сейчас центром серьезных событий Но вы, господин профессор, надеюсь, на нашей стороне Думаю, что друг мой, Матиас, вправе на это рассчитывать? Тогда помогите мне Помогите мне увезти его отсюда поскорее Этот дом, вся обстановка и все, что за этим скрывается Не дает мне дышать Вы не любите этот дом? Я ненавижу этот дом И этот дом ненавидит меня Скажите, вы знаете что-нибудь о детях? Нет Письмо от управляющего Гаммекей Дайте мне, Эллинтер Приказано передать лично Хорошо Я отнесу сама Простите, господин профессор Я сейчас вернусь Пожалуйста, пожалуйста Винтер Если я не ошибаюсь Этот Ганнефельд Стоит на стороне детей? Совершенно и полностью на их стороне, господин профессор И кто знает Какой ужасный яд содержится в этом конверте Ах, господин профессор Если бы вы приехали раньше Позвольте, вы чего-то боитесь, господин Винтер? Вы что, знаете их намерения? Думаю, что да Восемь дней тому назад Еще можно было спасти Спасти? Да, да Посмотрите, а что за страшное слово Спасти? Господин профессор Угодно вам, чтобы я замолчал? Или я могу вам доверить то, что я только что узнал? Нет, нет, я прошу, прошу вас Господин Клямрот Уже снова хозяйничает в издательстве А откуда вы это знаете? Ну, несколько минут тому назад По поручению господина Будко Я звонил в издательство В кабинет господина Тайного Совета Так, у телефона оказался сам Клямрот Так прямо и ответил У телефона директор Клямрот Просто покойный, да Является, извольте видеть Небезызвестный тебе юстиции Советник Ганнепельт С какими-то доверительными сообщениями От моих милых наследников Матерс, неужели нельзя иным способом договориться с детьми? Мои дети это солидный комплект дураков Сами они ни на что не способны Тянутся на беревочке за этим Клямротом А Клямрот может быть уверен и доведет их до положения нищих Но ведите, ведите за этого юстиции Совет Господин Тайный Советник Оставьте меня на пять минут Может быть мне лучше остаться? Зачем? Что с тобой? Тогда обещай мне, что бы они тебе не говорили Оставайся самим собой А разве ты видела меня иным? Нет Ну идите, идите, я скоро спожу Инкен уходит вслед за Гайвером Появляется Ганнепельт Здравствуйте, господин Тайный Советник Здравствуйте, здравствуйте Чему обязан чести вашего посещения Прошу вас, пожалуйста, садитесь, курите Благодарю вас на не сейчас Разрешите мне прямо приступить к делу Да-да, я слушаю, слушаю Господин Тайный Советник Я согласился взяться за это дело Только потому, что никто лучше меня не может быть Как бы вам сказать Доверенным обеих сторон И вот именно в таком плане Я и прошу вас рассматривать мою далеко нелегкую миссию Может быть мои контрагенты пытаются вмешаться в дело По реорганизации предприятий Так мое последнее слово по этому вопросу сказано И никакие притязания в дальнейшем не могут уже иметь значения Видите ли, речь идет не о реорганизации ваших предприятий А о ваших разногласиях с детьми Никаких разногласий между мной и моими детьми не существует Мои дети повели себя крайне скандально Я сделал отсюда соответствующие выводы Вот и все, что можно по этому поводу сказать Поверьте, что никто больше, чем я не жалеет, что дело зашло так далеко Но вы человек миролюбивый И я думаю, что мы без особого труда сможем прийти к полюбовному соглашению Ну, если бы уполномочены выкинуть белый флаг И принесли их повинную Ну что ж, я готов к примирению К сожалению, я не несу белого флага Это было бы, конечно, гораздо приятнее Одно только могу сказать Что при известной уступчивости с вашей стороны Не исключена возможность, что некое мероприятие Которое ваши дети считают необходимым Могло бы быть отменено Некое мероприятие? Да Только я прошу вашего спокойствия, господин Таня Советник Суд назначил меня вашим временным советником И поэтому прошу располагать вновь так, как вам будет угодно Если бы вы повторили мне эти слова Я был бы вам очень благодарен Господин Таня Советник Я не хотел бы развивать это положение До тех пор, пока не буду знать, что вы, господин Таня Советник Встретитесь это спокойно Потому что, подчеркиваю, я здесь не в роли вашего противника Если вы не хотите, чтобы моя очередная коробка разорвалась на части То прошу вас говорить ясно и без обиняков Извольте Против вас возбуждено дело об опеке Что? Это шутка? Это неумолимый факт Позвольте Позвольте Может быть, разразилось землетрясение, сбилились горы И до моих пяти чувств еще не дошло новое положение мещей Меня хотят взять под опеку Да, именно так Это что же? Это уже произошло или дело только начато? Видите ли, пока начато только следствие Но вы же знаете, что пока идет следствие и дело еще не решено в вашу пользу Вы лишаетесь права голоса в деле И перестаете быть правомочным То есть я на все это время не дееспособен И значит вы мой опекун Скажите лучше ваш друг Господин юстиций советник Я только хочу знать Кем совершено надо мной Это противоестественное преступление У вас миролюбивые дети Я только хочу знать Кто это сделал Это мой сын Вольфганг Это моя дочь Беттина Это моя дочь Отилья И еще... Нет, Эггмунд не присоединился Ааааа Наконец-то струя свежего воздуха Так вот оно Завершение моей жизни О, оно мне представлялось Совсем не так Господин тайный советник Ну хоть раз в жизни послушайте Голоса вашего сердца Ну поверьте, что ваши дети сами страшно потрясены Они просто представляли себе всех последствий этого шага Господин тайный советник Ваши дети здесь в доме Ваши дети хотят видеть своего любимого отца Ваши дети 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 Бросается к портрету покойной жены И одним движением Разрезает холст Ура! 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 Господин опекун Винтер Винтер Слушаю, господин господин Винтер Позовите сюда Фролин Петтина и остальных Слушаю Фролин Петтина Фролин Петтина Как принял все это отец? Ну говори У меня мозг стынет от страха Что случилось? Где отец? Взгляните на портрет Мама! У него поднялась рука Что с ней? Беттина Что с тобой? Тебе плохо? Беттина Прошу мой, неужели это действительно безумие? Конечно, безумие Теперь это совершенно очевидно Вы подумайте, Каульбах Три тысячи довоенных марок О, Тирия, о, Тирия, дорога Каждая секунда Звони сейчас же в угол Да, да, да Я сейчас, я сейчас Вольф, Вольф, Вольф воды Я боюсь, что это больше, чем безумие Но ведь у нас не было иного выхода К этому нас вынуждала горькая необходимость Я позвонила Я позвонила Эриху Он едет Папа А где мой гроб? Мой любимый Я хочу видеть мой гроб Вы принесли его с собой? А-а-а Господин профессор А известно ли вам, господин профессор Что когда вы появились на свет То ваша голова была далеко не правильной формы Но она была мягка И с какой заботой я пытался ее выправить Но теперь ваша голова достаточно затвердела И она уже не так легко поддается лепке Еще неизвестно, отец Кто из нас более несчастен? А может ли ваша философия Ведь вы все-таки профессор Можете ли вы мне разумно обосновать Почему я при вашем рождении так страдал за вас И почему у меня и у вашей матери текли слезы радости Когда я укачу в вас на руках И почему я был так слеп И не почувствовал Что прижимаю к сердцу Своего убийцу Папа, папа, что я могу ответить на этот страшный И такой несправедливый упрек Нечего отвечать Нечего отвечать Тайный советник Дело еще можно приостановить Ну да, папа Мы все возьмем обратно Все это может выясниться уже завтра Нечего выяснять И так все ясно И что я читаю сейчас В чистых фарфоровых глазках Маленькой кроткой отильни Папочка Папочка Ты несправедлив к нам Каждый может ошибаться Но мы верили Верили, что поступаем правильно И у тебя были ошибки Но мы стремимся только к взаимному согласию И как только мы его достигнем Все, все вернется к старому За стеклянной дверью появляется клямрут Маленькая кроткая отильня А как здоровье твоего покойного отца Ты знаешь Но зато ты очень хорошо знаешь Что поделывает И как себя чувствует Избранник твоего сердца Господин Кламрот Благодарю вас, господин тайный советник Я себя чувствую прекрасно Чего, к крайнему моему сожалению Не могу сказать о вас Ну, мало ли какие неприятности Бывают в семье Поэтому поговорим попросту И по-родственному Прошу вас принять небольшое деловое предложение Входит три рослых человека в халатах Вот врач Очень крупный специалист Сам господин бургомистр Рекомендует его Это врач А кто это? Ну, это ассистенты Штайниц! Штайниц! Господин тайный советник Прошу вас Пройдите в соседнюю комнату Клаузен низко кланяется Остановившийся в дверях Инген И уходит в сопровождении врача и санитаров Пустите меня! Пустите меня! Куда? Пустите Я должна быть там Вы должны Вы должны немедленно ни одной минуты Покинуть этот дом Слышите? Как? Как вы смеете? Вот что, барышня Коротко Либо вы сами убираете отсюда Либо я вас вышвырну за дверь Как уличную детскую Мерзавец! Хмурый ноябрьский день Сменился ненастной ночью В Бройхе В доме садовника Эбиша Возле горящего камина Сидит с вязанием фрау Петерс Над столом Уставленным банками с рассадой Склонился садовник Что это, Ляурец? Это ветер воет? Или кричит кто-то? Зовет на помощь, как будто Да ну кому-то Это шоссе далеко Нет, это ветер Вот Слышишь это к нам Пойди открой Боже мой Это вы Господин тайный советник Вы В таком виде Боже мой Разверзли с небеса Проходите Проходите А мне кажется Сегодня ровно год Как я впервые Постучался к вам А этот день Был для меня Решающим И я должен Его Отпраздновать Я Должен был быть здесь Это делает нам честь Это делает нам честь А как же вы А у вас как тогда Случилось с машиной авария Или на вас напали А где Инкен Инкен? Вы меня спрашиваете Где она? Да Я ведь ради нее сюда пришел Ляурец Беги скорее к пастору Скажи, чтобы немедленно пришел сюда Инкен здесь нет Она давно переехала к вам А, забыл Нет, нет, нет На меня не нападали И авария со мной никакой не приключилась Но ваш колокольчик, фрау Петерс Я узнаю среди тысячи других Могу я вас попросить еще раз Дернуть за шнурок? Хорошо И Инкен открыла мне дверь Вы опять забываете Инкен здесь нет Не обозначают ли ваши слова Что с моей Инкен случилось какое-нибудь несчастье? Нет, нет Нет, с ней ничего Господин пастор Добрый вечер Узнаете меня, господин тайный советник? Разве можно не узнать Господина пастора Имоса? Чем же вызван ваш визит в этот поздний час? Могу я узнать? Разумеется Я как птица свободен Да, моя гражданская смерть Позволяет мне делать все, что я хочу Я могу пищать куклой Мяукать котом Сыпать вокруг себя опилки, как чучело Я могу в воде удить птиц И подстреливать карпов под небеси И никто этому не удивится Я помню Господин тайный советник Всегда имел обыкновение шутить Я и теперь не перестаю шутить Когда я вызываю к себе моего директора То он не является Когда я кому-нибудь из моих служащих Прибавляю жалование То он эту прибавку не получает А когда я высказываю свое мнение То его не слушают Ну, это правда не совсем те шутки Которые были обычны для Кляузова Позвоните сейчас же на квартиру К тайному советнику Тут произошло что-то ужасное Слушай, господин пас Господин тайный советник Может быть, вам было бы удобнее Перейти ко мне в церковный дом Господин тайный советник Я приготовила вам сухое платье Вам необходимо переодеться Пройдите вот в эту комнату Охотно, охотно Перейти к вам в церковный дом? Нет У вашего колокола Слишком длинный язык Возвращается Эбиш Позвони Санитарный советник станет Рассказывает ужасные вещи Там все с ума сходят Не знают, куда девался тайный советник Но Инкин Где же Инкин? Несколько часов тому назад Инкин уехал из дома С каким-то профессором Не то с Тайгером, не то с Гайгером Они разыскивают тайного советника Можете представить, в каком состоянии? Штанец и Ганнфельд сейчас сюда приедут Это очень хорошо, что сюда приедет господин Ганнфельд До его приезда необходимо задержать тайного советника А теперь я пойду Приведу себя в порядок Ночь предстоит тревожная Что это? Неужели господин управляющий так быстро? Да нет Это не к нам Пойдем, посмотри Ты знаешь, он заснул Ну и пускай спит Я думаю, что если бы он вовсе не просыпался Было бы лучше А это что такое? А это вот к нам Пойдем, открой Здравствуйте 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 Вы меня, вероятно, не узнаете Хотя я однажды был у вас Я друг тайного советника Кляузна Моя фамилия Гайгер Профессор Гайгер А вы, вероятно, дядя Фрелин Инкен? Так точно Фрелин сидит там в авто Инкен! Это моя сестра Мать Инкен Прошу вас, садитесь Да, благодарю вас Дело, видите ли, в том, что произошли ужасные события Мой друг тайный советник исчез Мы его безуспешно разыскиваем Тайный советник здесь Как? Возвучу, он здесь? Он жив? О, на это я и не надеялся Он здесь? Только и не спрашивайте В каком состоянии В комнату вбегает Инкен За ней Винтер Где он? Он здесь О, Господи Не буди его Он спит Нет Его необходимо разбудить Винтер Слушай Несите скорее вещи Да Если он устал Он может уснуть в автомобиле Да, да, несите Завтра, завтра В это время Он уже будет у швейцарской границы Да, да, да Там он освободится от всех страхов Ох, я не знаю, Инкен Сможет ли он поехать Матиас! Из спальни медленно выходит Клаузен Матиас! А, Инкен Все уходят Ну Ну, говори Говори, Матиас Мы одни Слишком поздно Мертва моя душа О, это так естественно Что именно сейчас Ты так думаешь Но твоя душа живет Я Я Твое пробуждение Я вижу Это ты Но Ощутить этого Уже не могу Пусть так Пусть так, Матиас Но доверься мне Доверься моей любви Пока к тебе вновь не вернутся Твои прежние силы Боюсь, твоей любви не хватит Никому не дано воскресить Мертвую душу А где я? В Бройхе А В Швейцарию Хочу Когда я осязаю Твои благословенные руки И исходящую от них теплоту То чувствую ясно и просто Что вечное благо Существует Входят Гайгер и Винтер Винтер, надо действовать Матиас Матиас, Матиас Очнись, надо ехать Не угодно ли вам одеться Господин тайный советник Дорогой друг Еще немного усилишь Матиас Надо побороть эту слабость Матиас Что это? Это преследователи Это гончие В дверях появляется пастор Клянусь Богом, пока я жива Они не перестутся Этого порога Продюмя Христа Иркин, что ты делаешь? Положи немедленно ровальвер Я говорю с тобою Как твой духовный отец Надеюсь, ты этого не забыла Тогда и ссору играйтесь прочь Я вас не слушаю Я вас не знаю Гайгер бросается вслед за Инкен Один винтер остался с тайным советником Бледный и обессиленный Клаузен лежит в кресле Откуда это пение? Я ничего не слышу, господин тайный советник Хоры, хоры, хоры Быть может, это орган в церкви А, да-да-да, ведь рядом церковь Да-да А что, со мной говорил пастор Имос? Может быть, и говорил, но я не знаю, господин тайный советник На вершине высокой горы А, винтер, под куполом мира Я сейчас пойду, позову фройля Милкин А может быть, совсем-совсем наоборот Дай мне, дай мне немного воды Спасибо Как много услуг в своей жизни Я принял из этих рук И не счесть, и не менее нужна мне эта Последняя Насыпь немного сахару в стакан Вот-вот-вот Фуга Контата Хоры Что изволил сказать, господин тайный советник? Я жажду заката Заката Жажду Клаузен пьет воду Ложится в пресло Винтер заботливо укрывает его пледом Спит? Да, да Это ужасно Ужасно Фрау Петерс Что сделали с таким человеком? А там санитарная карета стоит у ворот парка Тихо Тихо, тихо Они все у пастора Почему? Почему не раскроются ни адра? Чтобы поглотить эту водную банду Боже мой Ганнафит Послал за полицией Они хотят действовать насилием Увидим, кто сильнее Боже мой, боже мой Входит Гай За ним доктор Штайнец Я, я окажу помощь, фрау Петерс При всяких условиях Я приму бой за Клаузен и за вашу Интер Матяс Матяс Что с тобой? Говори Говори Что ты хочешь? Матяс Уступите мне ваше место Провод Что это за стакан, Бинтер? Господин Тайный советник потребовал пить Он мне дал сахар в стеклянной трубочке Я растворил его в воде Сахар с запахом горького миндаля Итак Последователь Марка Абрелия Нет никакого сомнения Это конец Он мертв Я это знаю Его больше нет Соберите все свои силы, Фрой Я совершенно спокойна Господин Штайнец Как дела? Там очень беспокоятся? Господин Ганнфельд Ваша санитарная карета Может вернуться обратно Что? Во имя отца и сына и святого духа Исчастные дети Их надо подготовить Зачем же, господин пастор? Они получили то, что хотели Спасибо за то, что любят Продолжение следует...